Благодаря им, маркетологам, мы покупаем даже воздух. Довольно молодая профессия, главный принцип которой – продай любой ценой – неожиданно в пандемию стала переживать второе дыхание. Маркетологи стали невероятно востребованными, но не все, а те, что смогли перестроиться и, не сбавляя оборотов, работать на удаленке. Вот и Елена Соклакова подумала, раз мир все больше становится виртуальным, пора и ей вести продажи не только оффлайн, но и онлайн. Продавала рекламу на радио. И точно так же, знаете, что такое радио, мы продаете воздух, а сейчас на самом деле благодаря радио и телевидению такие хорошие охваты можно получить на сайте. То есть из сайта уже люди производят покупки. Вместе с новыми направлениями в маркетинге появляются и новые технологии. Если раньше рекламу приходилось смотреть скорее от безысходности, то сегодня она все больше основывается на предпочтениях потребителей. О том, что вас интересуют, маркетологи узнают не только в соцсетях, но и там, где совсем не ожидаешь. Уже во многих магазинах, на многих отделах есть такие устройства, которые через мак-адреса считывают и фиксируют твой визит, а некоторые идут дальше и даже фиксируют, что именно, какой именно телевизор ты выбирал, какой марки, какой стоимости. И потом тебя догоняет там контекстная реклама или таргетированная реклама с предложением купить эту модель телевизора, именно эту, со скидкой. Границы между виртуальным и реальным миром стираются, а интернет-технологии развиваются так быстро, что диву даешься. Искусственный интеллект отслеживает все наши действия, где бы мы ни находились – на работе, в магазине, даже дома. Переписываешься с кем-то в месседжер, ну, например, там, выбираешь снова телевизор, или кто-то сказал о том, что он хочет выбрать телевизор. И ты такой смотришь, открываешь свою почту, и тебя уже догоняет рекламное предложение, там, много разных – купить телевизор. И ты такой, блин, как? Маркетологи используют все больше уловок для продвижения продуктов. Пандемию-то стало как никогда актуально. Потребность в рекламе резко возросла. Случилась вот эта остановка бизнеса, то, конечно, вот именно в регионах, мне кажется, это ударило по компаниям очень сильно. И когда все говорили о том, что как прекрасно, что мы отдыхаем, я в маркетинге этого сказать не могла, потому что на тот момент мы были сверхзагружены работой, были очень большие срочные потребности у компаний. И если раньше задачи клиента специалисты решали благодаря определенному каналу – телевизор, радио или объявления в журнале, то сейчас для успеха важно задействовать как можно больше площадок. Если ты есть только в одном, там, не знаю, на маркетплейсах, условно говоря, да, или в двух каких-то каналах, это максимально повышает твои риски. Потому что это как держать все яйца в одной корзине, да. Упал канал, и все, и ты остался без яиц. Маркетологи прогнозируют, со временем реклама выйдет еще на более продвинутый уровень, а потребности клиентов будут только расти. Тем более, что уже с 30 октября многие снова вернутся в удаленный формат работы. София Яценко, Вадим Быстревский. День с толком.